Ну, еще раз всем добрый вечер. Мы продолжим наше знакомство с книгой Иуды о Леве. Ну, примерно начнем с того места, где мы остановились. Не будем пропускать там один абзац, я думаю, пропустить его, на самом деле, можно и прочитать его, мы будем пропускать. Значит, мы видели, что Хазарский царь, которому приснился сон, что все его ангелы во сне являются, говорит, что твои намерения чисты и правильны, а вот твои действия не очень. И вот он идет, обращаясь к разным мудрецам, и первый, к кому он идет, это философ. И мы видели, каким образом ему философ отвечает. Он излагает, собственно говоря, философию школы аристотеликов, а именно эта смесь Альфа-Араби и Бенсины относительно того, что с некоторыми, на самом деле, вариациями. Потому что по поводу соединения при жизни с активным интеллектом, на самом деле, философы-аристотелики далеко не все единогласны, далеко не все считают, что это возможно. Некоторые считают, что после смерти возможно, некоторые считают, что вообще невозможно, а можно только к этому стремиться, но это недостижимо, вот это соединение с активным интеллектом, который поставляет формы. Ну, а здесь в изложении Иуды Олевиха, этот самый философ, говорит как раз о прижизненном соединении с активным интеллектом, и тем самым человек оказывается в компании тех мудрецов, которые достигли того же самого уровня, это Гермес, Асклепий, Сократ, Платон, Аристотель. И, собственно говоря, это максимум того, что может достигнуть человек, и это и есть то, к чему следует стремиться. И последний абзац мы не прочитали, я его прочитаю сейчас, вот я отсюда начинаю читать. И когда твое мнение будет соответствовать этому атрибуту, то есть атрибуту разума, и ты не должен будешь заботиться о том, к какому учению ты привержен, или какую религию ты почитаешь и возносишь, и к какой речи, к какому языку, и к каким действиям при этом прибегаешь. То есть он говорит о том, что действия, тогда, когда человек достигает вот этого уровня, уровня интеллектуального совершенства, то становится совершенно неважным его идеология, так сказать, да, то есть религия, язык, действия, все это становится совершенно неважным. Если же ты создашь свою собственную религию для нужд смирения, возвеличивания и превознесения, для управления твоими качествами, твоим домом, твоим государством, это не случайно, твоим домом и твоим государством, потому что, вообще-то говоря, у греков политика, она в каком-то смысле начинается с домоводства, то есть человек управляет своим домом, а потом тот человек, кто хорошо управляет своим домом, может управлять и государством. И, по сути дела, философ говорит о том, что тот, кто достигает вот этого уровня, уровня интеллектуального совершенства и соединяется с активным интеллектом, теоретически мог бы создать свою собственную религию. Для чего? Для того, чтобы воспитывать всех остальных, кто не достиг еще этого самого совершенства. Смирение имеется в виду, смирение в том числе тех, кто должен идти по пути интеллектуального совершенства, или же это управление домом, или это управление государством, или это даже собственное величие, он не считает это зазорным, что это может входить в часть той новой религии, которую создает этот самый философ. То есть любой философ, достигший интеллектуального совершенства, может создать религию. Или предложи свою религию, опираясь на интеллектуальные законы, установленные философами, и сделай своей целью и стремлением чистоту твоей души. В общем, после того, как ты постигнешь основные виды наук в их истинности, стремись к чистоте сердца, насколько это возможно, и тогда ты достигнешь своей цели единения с духовным, то есть с активным интеллектом. И, возможно, он наделит тебя пророческим даром и даст тебе повеление, сообщив тайное знание о вещах, о вещах, в снах и верных образах. Здесь есть некоторая проблема в этом абзаце, я поэтому решил его все-таки прочитать. Мы в прошлый раз его пропустим, ну, решили опустить, дочитав до него. Потому что здесь есть такой противоречивый тезис. То есть с одной стороны говорится о том, что философ, достигший интеллектуального совершенства, может создать свою религию, и на самом деле, кроме его познания, знания истинности, наук в их истинности, больше ничего, собственно говоря, и не нужно. А религия является ничем иным, как политическим инструментом, то есть тем, с помощью чего он собирается воспитывать других и так далее. А с другой стороны, вот это последнее предложение, возможно, он наделит тебя пророческим даром, оно вроде бы противоречит этому, сообщив тайное знание, вещи в снах и верных образах. Это как раз большой вопрос, то есть, а именно вопрос о пророчестве. Кто такой пророк? Потому что если быть строго аристотеликом, то на самом деле пророк это никто иной, как вот этот самый философ, который достиг интеллектуального совершенства. В чем, собственно говоря, состоит его пророчество? Оно состоит в том, что он несет вот эту самую истину, ее невозможно на самом деле принести, может быть, он просто достиг истины, поделился с товарищем. Поделиться с товарищем невозможно истины, просто так. Почему? Потому что для того, чтобы постичь истину этому товарищу, нужно пройти определенный путь. Я не могу ему изложить истину на пальце, мне необходимо его воспитывать. И по сути дела получается, что он должен, философ, постигший истину, он должен к этой истине вести или построить систему, которая бы вела к этой истине. И построение этой системы, оно и можно было бы назвать пророчеством. То есть он приходит в одеянии пророка, хотя на самом деле просто меняет свою функцию. То есть когда он постигает истину, он является философом. Когда он несет эту истину в массы, он является пророком. И в этом случае нет необходимости ни в каких дополнительных тайных знаниях, вещих, знах, верных образах. То есть это подчеркивает то, что Бог наделит тебя, Он наделит тебе, кто Он. Он здесь в данном случае это активный интеллект. И вот этот активный интеллект, который он наделяет тайным знанием, вещами, с нами, верными образами, в каком смысле противоречит всей той картине, которая излагается философом. Потому что если есть знания, которые этот философ еще не постиг, тогда он просто не достиг интеллектуального совершенства. Но, тем не менее, мы видим, что вот этот последний пассаж, который отчасти противоречит, может быть, логике философа, он здесь, тем не менее, присутствует. Ну и это как бы отдельный вопрос, почему Иуда Олеви добавляет это, опирается ли он на кого-то из философов-аристотеликов. Не исключено, что здесь есть влияние как раз Иббен Синный, потому что у Иббен Синный, помимо дискурсивного знания, то есть знания, которые человек получает за счет изучения наук и так далее, доказывая, скажем так, теоремы, и приходя к необходимым суждениям, есть еще то, что он называет интуицией. И вот эта интуиция, она является своего рода, он ее описывает как молния, которая неожиданно высвечивает какую-то истину, которую невозможно и сформулировать ее достаточно сложно, и она лежит как бы над вот этим самым дискурсивным зданием. Мы увидим, что подобного рода образ встречается и у Рамбама, Маймонида, мы все время на него ссылаемся как на некий маяк. И вот это действительно так и есть, потому что, в общем-то, можно сказать, что это главный еврейский философ в Средневековье. Так вот, мы видим здесь в изложении философа Аристотелика вот этот самый пассаж во пророчестве, который как бы привносит несколько иную тональность сюда. и вот это интуитивное знание, возвышающееся над дискурсивным, оно скорее тяготеет к неоплатоническому направлению мысли, которое, как мы уже сказали, проникло в Аристотлизм. Ну, здесь больше сложно что-то сказать, потому что здесь, по сути дела, это один пассаж, который немножко контрастирует с тем, что до этого говорил философ, но тем не менее мы его отметили. Что на это отвечает Казарский царь? Он говорит так, твои слова убедительны, но они не отвечают моим исканиям. Ведь я знаю о себе, что мое сердце чисто, и мои поступки честны, согласно волю Бога, но отвечают мне, что эти действия не угодны. Не отвечают, а сообщают. Несмотря на то, что мои намерения угодны. Поэтому нет сомнения, что существует определенное действие, он подчеркивает действие. А что сказал философ? И философ сказал, что вообще неважно, какие действия. То есть, когда ты достигаешь какому языку и каким действиям ты прибегаешь, это совершенно неважно. Вот это неважность действия, она и смущает фазарского царя, потому что у него как раз все дело в действии, его намерения чистые, угодные, и так далее, а действия нет. И поэтому, он говорит, нет сомнений, что существует определенное действие, угодное само по себе, а не из-за стоящих за ним помыслов. Потому что помыслы нормальны, значит, получается, помыслы нормальны, можно иметь прекрасные помыслы, прекрасный настрой, прекрасный каванод, как сказали бы на иврите, и тем не менее, совершать не те действия, которые необходимы. Тогда получается, что в самих действиях есть что-то, а ты мне это действие перечерпишь. Почему, он говорит, иначе христиане, мусульмане, поделив весь мир, борются друг с другом? Ведь каждый из них очистил свое сердце перед Богом. Это предположение. То есть, каждый, не каждый, но, по крайней мере, истинный христианин или истинный мусульманин очистил свое сердце перед Богом, вел себя богобоязненно, отдалялся от мирской жизни, постился, молился и отправился убивать другого, полагая, что в убийстве, которое он идет совершать, большая заслуга и приближение к Богу. И гибнут они, и каждый из них считает, что попадет в райский сад. Несколько актуально звучит этот пассаж. Но разум не может поверить им обоим. А за что они, собственно говоря, борются? Они борются, как считает хазарский царь, они борются не за вот эти намерения, то есть, не за интенции, не за каванод. Они борются за образ жизни, то есть, за определенного рода действия. Одни говорят, так надо поступать, другие говорят, так надо поступать. На самом деле, он не совсем прав, хазарский царь, потому что, вообще-то, говорят ли, христиан как раз важно именно, что может быть и не действие, а состояние человека, состояние веры, он верит или не верит. Для мусульман частично это тоже так, хотя в исламе действие и намерение в каком-то смысле находятся, можно сказать, в некотором равновесном состоянии, то есть, условно говоря, вот эти три монотеистические религии мы схематично могли бы разделить так, что для иудеев приоритетным является действие, а намерение тоже важно, но все-таки оно находится не на том же самом уровне, потому что выполнение заповедей без намерения все равно считается выполнением заповедей. И, как говорится в Талмуде, что тот, кто делает лолишма, то есть не ради тор, например, а поступает исполнять заповеди или изучает тору из-за каких-то других мотивов, то есть мотивов не самых замечательных, тот, кто таким образом делает мишело лолишма, балишма, то есть такого рода действия все равно могут привести к тому, что он будет действовать ради Тора как таковой, то есть придет к истинному состоянию, к истинной интенции, к истинному намерению, благодаря действиям, которые совершаются возможно без истинного намерения. Мы помним, что у Бахи и Бенпакуда это не так, Бахи и Бенпакуда как раз ставят акцент на вот эти самые намерения и интенцию, без которой действие не считается совершенным, может быть, даже. Ну, а у христиан все наоборот, да, у христиан наоборот важнее всего является намерение, интенция, состояние, состояние веры. Не то, чтобы действие не важно, действие тоже важно, но действие в каком-то смысле, если человек наполнен этой самой верой, то и его действия будут правильными. То есть работать нужно над этим, работать нужно над состоянием внутренним, а не над действием. Как мы уже говорили с самого начала, когда Азарскому царю снится такой сон, что его намерения вполне нормальные, а действие ненормальные, это проблема, которая является проблемой в каком-то смысле, можно сказать, уже имеющей еврейский уклон или иудейский уклон, потому что для христианина если есть вот это самое намерение, то и действие, собственно говоря, последует вслед за ним. Ну, а у мусульман, в общем, и то, и другое важно, то есть они находятся в определенного рода равновесии, важно и намерение, и действие как таковое. Это если схематично. Поэтому, когда здесь Азарский царь говорит, что они гибнут, как бы отстаивая действия, это не совсем как бы верно, но тем не менее для сюжета книги это важно. А философ отвечает ему на это, религия философов не признает убийства никого из них, потому что они прославляют разум. Ну, вы видите, я здесь пишу как раз замечание, что в оригинале некая глусмысленность и твердение можно толковать так, что согласно религии философов нельзя убивать ни христиан, ни мусульман, потому что и те, и другие прославляют разум, если они прославляют. А можно и так, что философы не признают убийство человека, поскольку привержены разуму. Я думаю, что второй как раз вариант более правильный, да, и здесь перевод следует букве, но не смыслу, а смысл скорее всего такой, что религия философов не признает убийство, потому что они, кто они, философы прославляют разум, да, то есть поэтому приверженность разуму не признает такого акта, да, как убийство. Хазарский царь говорит, но что может быть с точки зрения философов большим заблуждением, чем мнение тех, кто полагает, что мир сокворен, и что он был создан за шесть дней, и что первопричина обращается к одному из людей, при том, что философы превозносят его выше знания частности, то есть Бога, Бог как бы не знает частности, не знает индивидуумов, если более точно, то есть он не знает индивидуумов, а знает роды, потому что роды являются чем-то вечным, мы говорили уже про это, то есть божественное знание, оно связано с тем, что неизменно, потому что изменчивость не может являться тем, что связано с божественным знанием, он сам не меняется, и поэтому постигает только то, что является неизменным и вечным, а неизменным и вечным с точки зрения Аристотеля, являются род, род или вид, то есть это человеческий вид, индивидуумы могут умирать и так далее, лошади, тигры, но такой вид, как тигр или как лошадь, или как человек, остается вечным, что тоже, как мы знаем, не совсем так, амонты вымерли, но для Аристотеля это так, и для средневековых философов это так, то есть вот эти виды и роды, они являются чем-то неизменным, при том, что индивидуумы, они как бы сменяют друг друга, поэтому вот этих индивидуумов Бог не может как бы в божественное знание, они не укладываются, они являются чем-то находящимся за рамками божественного знания. Так вот, Хазарский царь говорит, что ну, все то, что пытаются говорить представители религий, а именно, что мир статворен, что он создан за шесть дней, что Бог обращается к одному из людей, и вместе с тем, в соответствии с действиями философов, их знаниями, исследованиями и стараниями, пророчество должно быть распространено в их среде и общеизвестно благодаря их единению с духовностью. И должны были рассказывать эти неподдивительные вещи, чудеса и произносить хвалебные слова. Но мы видим, что истинные сновидения посылаются тем, кто не интересовался знанием и очищением сердца. А у тех, кто приложил к этому старание, мы находим обратное. И это доказательство, что связь божественная с душами имеет некую тайну, помимо того, что ты упомянул философа. То есть он говорит, что философы не признают монотеистических основ, что мир сотворен, что Бог обращается к кому-то, что мир создан за шесть дней. Это, собственно, признают все монотеисты, в том числе полагая, что обращение к человеку это и есть, собственно говоря, пророчество. А ты мне рассказал, что пророчество, возможно, тот пассаж, который мы читали, он именно с этим связан, что философ может быть пророком. Так вот, хазарский царь говорит, что если ты так описал философов, что они, значит, постигают нетлетального совершенства, очищают свое сердце, совершают какие-то правильные поступки, хотя на самом деле их действия не так важны уже, достигнув интеллектуального совершенства, ты как бы невольно совершаешь правильные поступки, то тогда они все должны были быть как бы пророками и творить чудеса. Здесь есть предположение о том, что пророк может творить чудеса. Откуда это предположение? Предположение, естественно, из той же самой монотеистической доктрины. Но мы видим, что истинные сновидения, смотрите, этот пассаж, который мы назвали проблемным для философов, он как раз говорит «тайное знание в вещах, снах и образах». Вот теперь хазарский царь говорит, что вот эти вещи и сны, и образы, они посылаются вовсе не философам. Истинные сновидения посылаются тем, кто не интересовался знаниями и очищением сердца. Очищением сердца в том смысле, в котором говорил об этом философ. А у тех, кто приложил к этому старание, мы находим обратное. То есть у философов мы не видим никаких пророческих задатков, они никакие чудеса не творят. И отсюда он заключает, что связь божественного с душами имеет некую тайну, которая не связана с этой доктриной единения с активным интеллектом, потому что тогда Сократ и Платон и Аристотель и Асклепий, которых принимал философ, они все должны были бы быть пророками, творящими чудеса с точки зрения хазарского царя. Еще подумал хазарский царь, спрошу я христиан и мусульман, потому что один из двух этих образов жизни несомненно угоден. А что касается евреев, то достаточно взглянуть на их униженность, малочисленность и всеобщее пренебрежение. И тогда он пригласил одного из христианских мудрецов и спросил о его учении и действии. Следующий, к кому обращается хазарский царь, это христианин. И он удивительным образом спрашивает его как раз о действии, не о вере, а именно о действии. То есть с философом дискуссия закончилась. Получается, что философу не удалось убедить хазарского царя в том, что он прав и его картина мира является правильной. Почему? Потому что вот этот самый сон, здесь не случайно все время вещим с нам апелляция идет, потому что сам хазарский царь видит вот такого рода сон. И он убежден, что это не мираж и так далее, что это что-то, с чем нужно соотноситься. И поэтому с философами ему достаточно сложно. Он говорит, что вы же не пророки, у вас нет этих вещих снов. Вот я, например, не философ, а вот, пожалуйста, у меня есть некий вещий сон, который мне говорит о том, что мои действия не угодны. И на определенный период времени мы как бы покидаем философа, как бы философский подход еще не раз всплывет в этой книге. А пока посмотрим, что отвечает христианин хазарскому царю. Он говорит так, я верю в сотворенность существующего и в предвечность Творца. То есть Творец вечен, а мир сотворен. И что он создал весь мир за шесть дней, как, собственно говоря, до этого сам хазарский царь сказал. И что все люди происходят от Адама, затем от Ноя, от Ноаха. И что родословное всех восходит к нему. И что Бог печется о творениях, и что у него есть связь с людьми, в отличие от философа, которые говорят, что нет никакой связи. И он проявляет, то есть связь возможна только тогда, когда достигаешь интеллектуального совершенства и соединяешься с активным интеллектом. Не совсем с Богом, а с активным интеллектом. А у христианина есть связь. И он проявляет по отношению к ним гнев, благоволение, милость, обращается с речью, является в откровении пророком и благочестивым людям. Он пребывает среди тех, кто угоден ему. Во всяком случае, нельзя отрицать, что все сказанное в Торе и других книгах сынов Израиля – правда из-за общей известности, постоянства и распространения в массах этих книг. Видите, здесь аргумент довольно странный. То есть нам мог бы показаться довольно странным, потому что он говорит, что истинность пророческих книг, в данном случае имеется в виду Ветхий Завет, как назвал бы его христианин. Ветхий Завет излагает историческую правду. Почему? Потому что он распространен, он общеизвестен и распространен в массе. Получается, что распространенность является в каком-то смысле критерием истинности. Такого рода аргумент, он будет еще повторяться. На самом деле мы с ним еще встретимся, с этим аргументом. Но изначально он присутствует как раз у Саади Гаона, который говорит об истинности традиции и об истинности откровения. Почему откровение является неоспоримым фактом? Потому что при откровении присутствовало 600 тысяч человек. Дальше оно передавалось. И такое большое количество народу не может сговориться. И если бы это было неправда, то наверняка кто-то бы спорил. И в итоге эта доктрина не дошла бы до нас в том виде, в котором она дошла. А коль скоро огромное количество людей такое большое, как 600 тысяч. Это тоже, конечно, факт, который берется из самой же традиции. Но тем не менее, его никто сегодня не отрицает, как бы говорит нам Саади Гаона, вслед за ним и удалили. И поэтому вот это все общеизвестное, постоянное, распространенное в массах информация, которая, собственно говоря, подтверждается именно своей распространенностью. А затем, говорит христианин, то есть пока он изложил, собственно говоря, то, что он находится в Танахе, да, а затем божественность получила воплощение и стала зародышем в утробе девы, но из почтенных женщин сынов Израиля. Божественность получила воплощение. Она родила его, эта женщина, внешне имеющим облик человека, но на самом деле божественным, пророком-посланником внешне, но на самом деле Богом, посылающим пророков. И он Мессия, называется у нас Сыном Божьим, и он Отец, он Сын, и он Святой Дух. И мы на самом деле считаем его единым, хотя говорим о Троице. Видите, здесь тоже есть некоторая такая определенная проблема, потому что получается, что Иисус называется и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Это как бы не совсем так, правда, есть Отец, есть Сын, и Святой Дух, и они все вместе образуют как бы божество. Это не обязательно говорить о том, что именно Иисус является тем, кто воплощает в себе и то, и другое, и третье. Но тем не менее, так здесь это представлено. И мы на самом деле считаем его единым, хотя говорим о Троице. Мы верим в него и в его пребывание среди сынов Израиля. И это честь для них. Верим в то, что присутствие Божественного не переставало вдохновлять их, пока не взбунтовались они в большинстве судьбом против этого Мессии и не распяли его. То есть в среде народа Израиля появился Мессия, Сын Бога или воплощение Божества, но они его, значит, распяли. И обрушился днев Божий на это большинство, а благоволение снизошло на тех избранных, которые последовали за Мессией, а также на народы, последовавшие за тем избранным, и мы из них. И несмотря на то, что мы не из потомства Израиля, мы в большей степени заслуживаем называться сынами Израиля из-за того, что мы последовали за Мессией, за его учением, и за его учениками из сынов Израиля. То есть 12 по числу колен Израиля. 12 апостолов, как, собственно говоря, 12 колен нового Израиля. Израиля по духу, а не Израиля во плоти. И те представители сынов Израиля, что последовали за этими 12-ю, стали основой создания христианского сообщества и удостоили ступени сынов Израиля. То есть стали Израилем настоящим, Израилем по духу и одержали победу и распространились по всей земле. И все народы должны прийти к этой религии, придерживаться ее, превозносить мессию и крест, на котором он был распят. И все подобное этому из наших становлений обычаев. Из повелений посланника Шимона, посланником Шимона, кого называют, это апостол Павел, его изначально звали Шимон или Симон, и здесь имеется ввиду он. А законы, взятые из Тора, которые мы изучаем, и нельзя отвергнуть их истинности, то, что они от Бога, и уже было сказано в Евангелии от имени Мессии, я пришел не убавить от законов Маше, но пришел я поддержать их и добавить к ним. Все тоже не совсем так, да, вообще-то говоря, там правильная цитата, я пришел не убавить и не добавить, так говорит на самом деле Иисус. Но, тем не менее, да, здесь можно сказать, что христианин, который разговаривает с хазарским царем, он немножко, так сказать, про-иудейский такой, да, он и хвалит иудеев, говорит, что это была честь для них, что из их среды вышел, и преемственность определенную подчеркивают, да, это вот Израиль, теперь мы Израиль, хотя это действительно является общим местом более-менее, да, но про законы Торы, он говорит про Ветхий Завет и так далее, хотя на самом деле, как мы знаем, далеко не все законы Ветхого Завета христиане выполняют, например, обрезание, сукот, тфилин и так далее всего этого, но тфилин, правда, в Торе нет указания на тфилин, да, это скорее устная традиция, но даже те указания, которые есть в Торе, как, например, сукот, празднование, да, этого, постройка шалаша, четыре вида растений, ну, и обрезание, как самый такой яркий пример, да, христианами не исполняется. Но, тем не менее, видите, достаточно краткий, это просто один, ну, два абзаца изложения христианского подхода, нельзя сказать, что это глубокое, да, теоретическое, с теологическими какими-то моментами, да, с объяснением, например, парадокса Троицы и так далее, нет, это очень краткое и схематичное изложение, может быть, даже не совсем адекватное христианской позиции в некоторых моментах. Тем не менее, значит, здесь это представлено таким образом, и хазарский царь на это отвечает. Все это не предполагает доказательного рассуждения. Более того, умозрение отвергает большую часть этих слов. Но когда нечто воспринимается человеком как само собой разумеющееся, на основе того, что он видит вокруг, и что является частью его жизненного опыта, до такой степени, что принимается всеми фибрами души, у него не будет другого выхода, кроме как верить в это. Если у меня есть некий опыт, есть нечто, что я воспринимаю как само собой разумеющееся, то я, естественно, в это верю. И тогда он будет стараться тонко обойти любое логическое противоречие, сделав далекое близким. Так поступают исследователи природы, столкнувшись с удивительными явлениями, которые они бы отрицали, если бы им рассказали о них до того, как они их увидели. А когда они их видят, то умудряются тонко найти их причины в звездах или духовных силах, но не отвергают того, что видели. Но я не нашел себя способным принять эти слова, потому что они навы для меня. Я не рос с ними, и их уточнение – моя обязанность. То есть, другими словами, хазарский царь говорит о том, что если бы я рос, меня бы воспитывали вот в этой доктрине, строиться с воплощением божественного, с тем, что божество, значит, каким-то образом воплотилось в зародыш, а потом родился человек, который на самом деле Бог и так далее, то, может быть, я бы это все воспринимал как должное. Но поскольку я воспитывался иначе, то мне для того, чтобы все это принять, необходимы какие-то доказательные рассуждения. Видите, хазарский царь только что ушел от философа, который как раз пользуется доказательными рассуждениями, да, и теперь его не устраивает подход христианина ему, потому что вот этих доказательных рассуждений в его изложении нет. Хотя он и не расспрашивал его, правда? Он мог бы спросить, а есть у тебя доказательства всего этого? И тогда мы бы получили, возможно, какое-то изложение теологии христианской, какого-нибудь из отцов церкви, Августина, предположим. Здесь этого ничего нет. То есть, другими словами, коль скоро с христианином дальше мы больше не будем встречаться с христианами. В отличие от философа, христианин как бы дальше появляться не будет. Поэтому воспринимать эту книгу как полемику, например, с христианством, конечно, невозможно, потому что здесь ее как бы и нет. Хазарский царь просто говорит, это недоказательно, и поэтому я это отвергаю, несмотря на краткость изложений. И после этого приглашает исламского мудреца и спрашивает об его учении, что говорит мусульманин. Тот сказал, мы подтверждаем единство и предвечность Бога, сотворение мира, происхождение всех людей. Это дама и отноха. Видите, он просто повторяет то, что сказал христианин. И это важно. То есть монотеисты все придерживаются более одной доктрины. И полностью отрицаем предание Богу телесных качеств. А если что-нибудь подобное прозвучит в наших словах, мы разъясним это и говорим, что это иносказание, и приблизительное описание. Это, собственно говоря, проблема атрибутов, о которых мы говорили. Да, и тот же самый Саади, несмотря на то, что говорит, что Бог жив и мудр и так далее, оговаривает это. Говорит о том, что он мудр, но не так, как мы. Он жив, но не так, как мы. И так далее. Это, собственно говоря, учение Акалама как раз по поводу божественных атрибутов. И мы решительно утверждаем, что наша книга, то есть Коран, это слово Божье. Но вместе с тем она в сущности свое чудо. И наша обязанность принять ее саму по себе, так как невозможно, чтобы появилось что-нибудь подобное ей или подобное одному из ее аятов. И что наш пророк, то есть Мухаммад, печать пророков, то есть последний пророк, он отменяет все законы, которые предшествовали ему и призывает все народы к исламу, то есть к послушанию, вознаграждение покорному, возвращение духа в его тело, в раю. И не будет у него недостатка в еде, питье, плотских удовольствиях и во всем, что он возжелает. А наказание ослушнику – огонь, который никогда не прекратит его мучение. Тоже вы видите изложение ислама, оно просто совсем скудное. Сказал ему хазарский царь. Тот, кто думает подготовить кого-то к тому, чтобы принять повеление Бога и заставить поверить в то, что Бог говорит с человеком, тогда как тот это отрицает, должен обосновать этот общепринятым положением, которое нельзя опровергнуть. Опять хазарский царь, вы видите, становится, когда говорит с христианином и мусульманином, он становится и говорим не на позицию философа и говорит, а где доказательства. Ну и тогда неизвестно, удастся ли убедить его в том, что Бог говорил с человеком. И даже если бы ваша книга была чудом, ведь она книга на арабском, если это так, то не распознает ее чудесные и удивительные свойства, чудесный земец вроде меня. А если ее будут читать передо мной, я не смогу отличить ее слова от других арабских слов. Мы могли бы сказать, хорошо, но тогда можно то же самое сказать и про Тору, а на что она иврития. Но сейчас увидим, как поведет разговор с хазарским царем и иудеем. И вот мусульманин отвечает, так, уже были показаны Мухаммадам многие чудеса, и они не сделали с доказательством для принятия его учения. И сказал ему на это хазарский царь, и вправду люди не достигнут полной уверенности в том, что у Бога есть контакт с человеком, пока не увидят знамения, с помощью которого он изменяет вещи, чтобы было понятно, что такое не сможет сделать никто, кроме того, кто создал все предметы из ничего. Предположение опять же о креционизме и сотворении из ничего. И чтобы происходило это на глазах множество людей, чтобы они увидели это воочию. Хазарский царь сейчас становится на позицию как раз уже не философа, а иудея. Потому что, вообще-то говоря, это и есть в каком-то смысле один из главных аргументов того же самого Саади в отношении претензий христианства и ислама на истинную религию. И христианство, и ислам связаны с одной личностью, либо Иисус, либо Мухаммад. В отличие от откровения, которое произошло на горе Сина, где было 600 тысяч человек. И в этом, собственно говоря, Саади видит преимущество иудаизма. И хазарский царь, как бы, не зная вроде бы об этом, тем не менее, именно этот аргумент, на этот аргумент намекает. То есть это нужно сделать. Если чудо, то должно быть множество людей. И чтобы они увидели этого отчего, не было передано им это по традиции, на основе косвенных свидетельств. А также, чтобы исследователи тщательно проверили это, чтобы не осталось и мысли, что тут есть влияние воображения или колдовства. И лишь тогда, возможно, примут люди эту великую вещь, то, что возможен контакт Творца и этого, и будущего мира. Ангелов небо и светил с этой низменной материи, из которой, собственно говоря, есть человек. То есть с человеком. И что он будет говорить с ним и выполнить его желания и мудрства. На самом деле, на что, опять же, намекает хазарский царь, как бы, не зная еще вроде бы о иудаизме, он, естественно, намекает на те чудеса, которые были в Египте и так далее. Рассечение Черного моря и так далее. И так далее, чего вроде бы не происходило не в христианственном условии, хотя христиане могли бы, например, говорить о чудесах, которые творил Иисус. Может быть, и мусульмане могли бы что-нибудь сказать о чудесах Мухаммада. Но так или иначе, здесь скепсис хазарского царя, он связан как раз с вот этим иудейским взглядом, которого вроде бы хазарский царь пока еще не знает. Ну и что говорит мусульманин на это насчет того, что то есть главная претензия, что контакта не может быть. То есть он упирает на то, что вы говорите, что это последний пророк, печать пророка, а я вообще спрашиваю, как возможен контакт между Богом и человеком. Он не задавал этот вопрос у христианина. Почему? Потому что христианин не говорил о человеке, он говорил о Боге сразу. То есть это воплощение Бога. Иисус – это воплощение Бога, а не человек. Тогда этого вопроса нет. А если есть связь между Богом и человеком, между миром небесным и человеком, тогда нужно ответить на вопрос, как это возможно. Говорит хазарский царь. И сказал мусульманский мудрец. Разве наша книга не полна рассказами о Маше, о Моисее, сынах Израиля? И невозможно отрицать, что Бог сделал фараону, и то, что раступилось в Красное море, видите, да, что делает мусульманин. Мусульманин обращается к Тори. И невозможно отрицать, что Бог сделал фараона и раступилось в Красное море, и были спасены угодные Богу и потоплены те, на кого он гневался, то есть египтяне. А также он посылал евреям маны, перепелов в течение сорока лет. Его разговор с Моисеем на горе Синае, то, что он остановил солнце для Яшуа и помог ему победить исполинов. И то, что произошло до этого время потопа и гибель людей, среди которых жил Лот, то есть Содом и Гамора, что не является ли все это общеизвестным, и ведь не появилась мысль, что здесь есть обман и фантазия. И поскольку мусульманин здесь почему-то апеллирует в основном к Танаху, хазарский царь говорит, я вижу, что мне нужно спросить евреев, так как они являются остатками сынов Израиля, поэтому я вижу, что они это и есть доказательство того, что у Бога есть закон на земле, и что вообще возможен контакт между землей. То есть, по сути дела, получается, что мусульманин подталкивает хазарского царя, апеллируя как раз вот этим чудесам, которые происходили для масс, а не одиночные, не воскрешение, предположим, какого-нибудь одного человека или излечения от проказа. Он говорит о каких-то явлениях, в которых были замешаны массы. Это об этом его спрашивал хазарский царь. Ему ничего не оставалось, получается, мусульманину как упомянуть Танах, который частично действительно цитируется, в том числе и в Коране есть какие-то, да, мусор, действительно, Моисей, как бы один из героев Корана. Но в итоге мусульманский мудрец подталкивает хазарского царя к обращению к иудеям. Мы видим, что и христиане, и мусульманин, ну, представлено, если не карикатурно, то ясно, что очень скукожено, да, и очень, как бы, про-иудейски. Большого количества сведений из вот этих абзацев о христианстве или об исламе мы получить не можем. То есть понятно, что иудалеве, возможно, он и не специалист ни в области христианства, ни ислама. И ему это необходимо только для того, чтобы перейти и то, и другое, необходимо только для того, чтобы перейти к иудаизму. Но так или иначе хазарский царь обращается к иудеям. То есть мы понимаем, что ни спора с исламом, ни спора с христианством серьезного в книге нет. Нас ведут к раввину, к иудейскому мудрецу. И что говорит этот самый иудейский мудрец? Я верю в бога Авраама, Ицхака и Якова, Исраиля, который вывел сынов Израиля из Египта со знамениями и чудесами. Здесь важно подчеркивается сразу знамение, чудеса. Давал им пропитание в пустыне и дал им Эрец Исраэль. После того, как чудесным образом перевел их через море и через Эрдам. Чудеса здесь прямо с самого начала. Он послал им Моисея с его Торой, а также тысячи пророков после него, которые способствовали соблюдению заповедей Торы, обещали награды тому, кто ее соблюдает, и угрожали тому, кто ее нарушает. И мы верим в то, что написано в Торе, и это долгий рассказ. В чем отличие этого самого Равина, иудейского мудреца, от христианина и мусульманина? И христианин, и мусульманин. Они начинали с чего? Они начинали с того, что есть Бог, как говорил христианин, единство, предвечность, сотворенность мира, происхождение всех людей от Адама, например. Всего этого в словах иудейского мудреца нет. Он не начинает с единства или существования Бога. Он начинает с рассказа, то есть со связи с Богом. То есть это то, чего не хватало как раз вроде бы хазарскому царю. В словах, например, мусульманин говорил о Мухаммаде, и вот о пророк, как пророк связан с Богом. А здесь сразу рассказывается о Боге, который связан с какими-то людьми, причем с сообществом людей. Сначала Авраам, Исхак и Яков, а потом Израиль, который выходит из Египта, и остальные чудеса. То есть вместо того, чтобы излагать доктрины, вместо того, чтобы излагать теологию, или хотя бы частично какие-то теологические концепции, мы в честь христианин и мусульманин не видели там особой теологии. Нельзя сказать, что разве. Но тем не менее. Тем не менее, и тот, и другой говорил о единственности существования Бога. А еврейский мудрец этого ничего не говорит. И Хазар, Хазарский царь, отвечает, «Недаром не хотелось спрашивать еврея. Ибо знал об утрате их традиции, о слабости их воззрениях, ведь их горькая доля не позволяла им сохранить достоинство. Не лучше ли было, если бы ты, еврей, сказал, что веришь в Творца мира, обустраившего его руководящего имя, в того, кто создал тебя и отдает тебе пропитание? И подобные им описания, которые являются доказательством каждого приверженца религии, в смысле монотеизма, и которые заставляют стремиться к истине и справедливости, чтобы подобиться Творцу его мудрости и справедливости». То есть, по сути, он излагает, что он излагает то, что мы могли бы найти в Каламе как раз. Потому что Калам, начиная с единственности и справедливости Бога, существования, единственной справедливости, дальше переходит к тому, что есть заповеди, нужно слушаться и правильно себя вести в соответствии с божественным указанием. Это Калам. Это в каком-то смысле и Святое Отечество, как я уже говорил. То есть, церковь и их теологию можно схематически представить таким же образом. То есть, хазарский церковь говорит, ты иудей, странный монотеист. Вместо того, чтобы рассказывать мне теологию, как апологию религии, да, и как некие концепты о Боге и связи с человеком, ты мне рассказываешь какую-то историю, частную причем историю, да, Бог, вот каких-то Авраама, Ицхака, Якова и какого-то народа. На этом Равиному говорит, то, что ты говоришь, это религия, являющаяся кладом политического умозаключения. То есть, он говорит о том, что монотеизм, сформулированный калами или сформулированный отцами церкви, то есть, сформулированный рационалистической теологией, это не что иное, как политический инструмент. И в этом смысле можно сказать, что действительно так его и можно рассматривать. И как раз философ, аристотелик именно так это и рассматривает, религию как политический инструмент. К ней приходят путем размышлений, но относительно ее могут быть большие сомнения. Спроси о ней философов, и не найдешь их согласными в отношении хотя бы одного действия или одного мнения. Потому что она включает утверждения, часть из которых они могут доказать, а насчет других они могут привести убедительные доводы, а насчет некоторых не могут привести даже доводы, не говоря уже о том, чтобы доказать их. Здесь мудрец говорит, что он сразу же начинает с критики калам. Как он критикует калам? Неожиданно. С точки зрения какого? С точки зрения как раз философской. Он говорит о том, что на самом деле это доктрины, вот религию, которую придумали для управления полисом, для управления государством, как политический инструмент она хороша, но все эти догматы, догматы отцов церкви или догматы калама, они на самом деле с точки зрения философской не выдерживают критики. Удивительно. Он вроде бы переходит на сторону философа, в данном случае переходит на сторону философа. С точки зрения философской религия размышления или политического умозаключения несостоятельна. Казаровский царь говорит, эти твои слова, еврей, кажутся мне более приемлемыми, чем твое вступление. Я хочу, чтобы ты продолжал. И тогда Равин говорит, так же и первые мои слова доказательны. Они настолько очевидны, что не нуждаются ни в аргументах, ни в доказательствах. Очень странно. Как так? Спрашивает Хазарский царь. А вот разреши мне сказать вступительное слово, так как я вижу, что ты относишься к моим словам с пренебрежением, считаешь их маловажными. Ну, хорошо. Хазарский царь соглашается и говорит. И вот ему Равин объясняет. Если бы тебе сказали, что правитель Индии, благочестивый человек, и тебе подобает почитать и восхвалять его имя, и писали бы тебе его деяния на основе того, что известно относительно праведности людей его страны, их исключительных качеств, порядочность в делах, обязывает ли это тебе под тебя почитать его, вот этого правителя Индии? Хазарский царь говорит, «Нет, нет, как это обязывать меня? Ведь неизвестно, с чем связано порядочность жителей Индии. Может, она свойственна им самим по себе, и у них вовсе нет никакого царя. Также, может быть, таковы, конечно, благодаря царю, а может быть, из-за чего-то другого». Ну вот, он говорит, «А если бы его посланник принес тебе подарки, относительно которых у тебя нет сомнения, что они из Индии, из царского дворца, и в придачу письмо от царя, и свидетели подтверждающие, что все это от него, и среди подарков лекарства, которые исцеляют тебя от болезни, сохраняют твое здоровье, и яды, с помощью которых ты сможешь противостоять своим врагам и восстающим против тебя, и сможешь уничтожить их, не прибегая к оружию. Был бы ты в этом случае обязан его слушаться? То есть, если это просто тебе рассказали про властителей Индии, это одно, а если это властители Индии тебе еще какие-то подарки принесли, это другое. Он говорит, «Да, действительно, у меня исчезло бы первоначальное сомнение в том, что в Индии есть царь». Я ему сказал, что да, есть. И стал бы считать, что его власти указы, может быть, касаются меня. А если спросят тебя при этом про этого царя, как ты его охарактеризуешь? Он говорит, «Свидетельствами, которые стали ясными из того, что я видел воочию, и добавлю к ним то, что было известно, но вызывало сомнение и подтвердилось этими свидетельствами». И тогда Равин говорит, «Подобным образом я и ответил тебе, когда ты меня спросил». Также сказал Моисей фараону, «Бог евреев послал меня к тебе, то есть Бог Авраама, Ицхака и Якова, ибо они были известны среди других народов, потому что Бог общался с ними, опекал их и творил для них чудеса». Опять вы видите упор на чудеса. «И не сказал ему Бог неба и земли послал меня к тебе, или сотворивший меня у тебя послал меня к тебе». И так говорил Бог, обращаясь к самому Израилю, «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской». А не сказал, «Я творец мира, и ваш творец», или перводвигатель, может было все надобавить, да. «И также я ответил тебе, правитель Хазар, то есть Хазарский царь, когда ты спросил меня о моей вере, рассказав о том, что обязывает меня и всех евреев, и в чем они убедились воочию, а затем по традиции, которая убеждает, так же, как увидено, собственными глазами». То есть мы видим удивительный на самом деле аргумент, аргумент, но этот аргумент, он связан, конечно, с чудесами и так далее, но этот аргумент, по сути дела, если говорить на философском языке, то это аргумент эмпирического знания, знаниями, основанного на опыте. То есть есть знания, которые мы достигаем посредством рассуждений, и есть знания, которые мы получаем за счет свидетельств. Каких свидетельств? Ну, собственных. Вот мне принесли там подарки какие-то, я проверяю, значит, лекарство работает, работает. Ага, ну вот все, я понял, что это лекарство. Оно мне помогает. И, по сути дела, то, что хочет сказать Равин, что источник еврейской религии это эмпирика, то есть это, собственно говоря, пережитый опыт. В отличие от рассуждений, в отличие от рассуждений философов или в отличие от политических построений религии апологетами христианства, ислама и, может быть, иудаизма тоже, потому что Саадя-то, в общем, берет тоже на вооружение. А он говорит, нет, самое главное – это вот то самое переживание. Переживание, которое связано с чудесным в том числе. То есть вот эта самая связь, связь между Богом и человеком, она раскрывается как некие чудеса, и раскрывается она, в традиции. Почему он раскрывается в традиции? Потому что традиция еврейская, он чуть ниже это скажет, но сейчас он это уже имеет в виду, подразумевает, потому что традиция еврейская является как бы таким широким, скажем так, щупальцем, передающим этот самый эмпирический факт. Если бы у меня была ниточка, связанная с одним человеком, один передал своему сыну, тот передал своему сыну и так далее, и так далее, то это как бы был бы не очень тонкий канал передачи информации. А у нас, говорит Равина, канал передачи очень широкий. Вот те самые 600 тысяч или просто как бы весь нахуй. То есть поскольку это передается из уст в уста и сговориться такое количество народу не могут, потому что если это передается вот этим узким, так сказать, каналом, отец передал сыну и так далее, это может быть семейная байка, которую они рассказывают и так далее, на самом деле не являющаяся полноценным свидетельством. А Равин утверждает, что у нас есть полноценное свидетельство. Это полноценное свидетельство, дальше он скажет. Оно связано в том числе с тем, что и христианин, и мусульманин его не отвергают. Недаром он и христианину, и мусульманину вручил слова, связанные с Танахом, и с Торой и так далее, и с исходом из Египта. Ведь это никто не отрицает. То есть весь мир это не отрицает. Разве весь мир это не отрицает, вот это распространенное знание, это и есть полноценное свидетельство. Другими словами, любому умозрению или любым размышлением и измышлением Равин противопоставляет эмпирическое знание. И условно можно назвать вот эту позицию историческим эмпирицизмом. То есть это, если мы на языке философском бы говорили. Эмпирики – это кто? Эмпирики появятся у нас поздно. Это Лог, Беркли и так далее. Английские эмпирицисты, которые будут говорить о том, что все знание выводится из эмпирических данных, из опыта, из перцепций, которые невозможно оспорить. И вот эти перцепции, по сути дела, еще нет такого понятия у Иуда и Леви, естественно, но тем не менее он говорит вот об этом пережитом опыте, пережитом опыте откровения, который является неоспоримым благодаря массированному свидетельству. Хазарский царь на это говорит. Если так, то ваш закон обязывает только вас. То есть он партикулярный. Действительно так. И тот, кто присоединится к нам из других народов, получит благо, которое будет у нас, но не будет равен нам, говорит Равин. А если бы обязанность исполнять Тору была бы условлена тем, что Бог создал нас, тогда были бы равны в этом и черные, и белые, так как все они создания его, да превознесется он. Однако Тора обязывает нас в силу того, что Бог вывел нас из Египта и в силу его контакта с нами, так как мы избранные из людей. Здесь начинается то, что можно было бы назвать расовой теорией. То есть, по сути дела, получается, что Равин говорит о особенности народа Израиля, об их избранности, которая является непреодолимой. То есть, можно, конечно, принять иудаизм, но равным все равно не стать равным евреем. Мы сейчас увидим, почему. Хазарский царь говорит, я вижу вот этот российский аргумент, не очень нравится Хазарскому царю. Он говорит, я вижу, что ты, евреи, меняешь свой образ после того, как твои слова были полными смысла. Они вновь стали скудными. А Равин говорит, то, что тебе показалось скудным, покажется полным смыслом, если ты выслушаешь более подробное объяснение. Ну, хорошо. И дальше он переходит к этому самому более подробному объяснению. Ну, давайте прочитаем. Я хотел чуть-чуть пропустить, не будем пропускать. Согласно законам природы, все должно питаться, расти и размножаться. А также должно иметь место, должны иметь место, связанные с этим силы и все необходимые условия. Такова особенность растительного и животного мира. Но не земли, камней и минералов, элементов. Что он говорит? Он говорит о том, что нельзя отрицать. Здесь как раз пользуются философским, на самом деле, подходом, который, правда, является как бы общепринятым в средние века. Что у нас есть страты онтологические, у нас есть минералы, у нас есть растения, у нас есть животные. Вот три уровня существ. Да, это общее правило нуждается в детализации, но это истинно-хазарское соглашается. Что касается души, то ей обладают все живые существа и необходимое следствие этого движения, желания, качества, внешние и внутренние чувства и прочее. Дальше он говорит о живых существах. То есть есть у нас растительный мир, есть животный мир, есть душа и движения, развязанные в том числе с желанием. Пока это может относиться и к животному миру. Ну, Хазарский говорит, да, этого нельзя проверить. А что касается разума, то есть всех живых существ им обладают лишь люди. И необходимое следствие – это возможность исправления качеств, а также улучшения управления своим домом и государством. Видите, опять домоводство и государство, они как бы связываются. И так появились политика и социальные нормы. Действительно, это правда, подтверждает Хазарский царь. То есть есть, помимо минералов, растительного и животного мира, есть еще и разум. Разумом плавает человек. И человек может с помощью разума организовать управление домом, управление государством. То есть, политическая мысль присуща. И это правда. Тут он говорит, Равина, а какая ступень может быть выше этого? Ну, Хазар говорит, ну, может быть, ступень великих мудрецов. А Равин говорит, я имею в виду ступень, которая отделяет тех, кто на ней находится, субстанционально. Потребление уже совсем философской терминологии. Хотя, ну, можно было бы иначе перевести, можно было бы перевести сущностно и уйти от именно такого перевода. Но, тем не менее, действительно, в самом языке Иуда и Олеви присутствуют философские термины, философские понятия, которые использовались кем? Философами Аристотеллихами как раз. Так вот, он говорит, что я имею в виду ступень, которая отделяет тех, кто на ней находится, субстанционально, подумана тому, как растения отличаются от неживой природы или как человек отличается от животных. Количественные различия бесконечны, так как они акцидентальны, то есть случайны, а на самом деле не определяют иную ступень. И Хазарский царь говорит, но если так, то в мире, в котором мы воспринимаем чувствами, нет ступени выше человека. На это Равин говорит, ну, а если мы обнаружим человека, который войдет в огонь, и это не повредит ему, или много дней будет воздерживаться от еды, не испытывая голода, и лицо его будет светиться так, что глаза не выдержат этот свет, он не будет болеть, не состариться до того, как достигнет конца своих дней, и умрет смертью по своему выбору, так же, как тот, кто ложится спать на ложе в известный день и известный час. И это все вдобавок к тому, что он будет обладать знанием сокрытого из области того, что было и что будет. Не является ли такая ступень, существенно отличающаяся от ступени людей? Ну, Хазарский царь говорит, да, действительно, эта ступень является божественно-ангельской, если она существует. И она относится к сфере божественного, а не интеллектуального, чувственного или природного, интеллектуального, в смысле разумного. То есть это не разумное общество, это не чувственные данные, которые связаны, чувствовать может и животное, или природное, имеется в виду растительное. И сказал на это Равин, это некоторый исчерт того самого пророка, относительно которого никто не спорит. Это ему важно. Моисеев упоминал и христианин, и мусульманин. Через него массам открылась связь божественности с ними, и они узнали, что есть Бог, который управляет ими по своей воле и в соответствии с их послушанием или неповиновением. Он этот право открыл им тайны и сообщил, как был сотворен мир и как люди произошли от Адама, их родословия до потопа, а затем рассказал о потопе, о происхождении 70 народов от Шема, Хама и Ефета, и как разделились языки, где люди жили, и как появились ремесла, возникли государства, то есть всю историю от Адама и до нынешних времен и далее. Ну, это удивительно, говорит Хазарский царь, что у вас есть точная дата сотворения мира. Да, так мы ведем отчет и так далее. Дальше он рассказывает, собственно говоря, уже о сотворении мира. Что хочет сказать Равин? Равин хочет сказать, что в этой иерархии существ, минералы, растения, животных, человек, есть еще одна ступень. Это ступень, ступень пророка. И поскольку у нас есть связанные, как раз в неоплатонической картине, у нас в неоплатонической картине есть мировые души, которые связаны, соответственно, с минералами, с растениями, с животными и с разумом. Мировая разумная душа, мировая животная душа, мировая растительная душа. Про минералы иногда говорится, иногда нет. То получается, что есть и то, что можно назвать пророческой душой. И он, по сути дела, вставляет эту самую пророческую душу, то есть добавляет к обычной иерархии существ еще одну ступень. Это ступень пророков, на которой находится Моисей. И его утверждение, по сути, сводится к тому, что евреи, еврейский народ обладает вот этой самой пророческой душой. И тем самым получается довольно такое заставляющее, может, покраснить предположение, что евреи отличаются от всех остальных людей так же, как все остальные люди отличаются от животных. А именно, они обладают этой самой пророческой душой, а все остальные нет. И тогда действительно человек, который принимает иудаизм, собственно говоря, все равно этой пророческой души не получит, хотя может получить те дивиденды, которые получает этот народ благодаря своей избранности или благодаря в итоге, так сказать, структуре мира. То есть, по сути дела, в структуру мира вносят изменения, говоря еще о дополнительной пророческой душе. Ну, дальше он излагает, собственно говоря, концепцию сотворения мира, даты и так далее, как это все происходит, исчисление, каким образом, сколько жил Авра, как появился Моисей и так далее, и так далее. Это мы пропустим. И дальше он говорит после всего того, что неожиданно Пазарский царь, собственно, его удивило вот в этой самой концепции не то, что есть пророческая душа и так далее, а его удивило то, что известна дата сотворения мира и так далее. И вот исходя из этого, дальнейший разговор касается того, каким образом происходит это самое счастливое. Почему это важно, опять же, для Иуды Олевии, для его концепции того, которую я назвал империческим, то есть историческим эмпирицизмом, потому что действительно история, история, она является как раз тем, тем материалом, скажем так, благодаря которому происходит передача свидетельства. То есть если у меня есть четкое представление об истории, засвидетельство на Е, тогда я могу точно говорить о том, что тот эмпирический факт переживания, откровения, он в каком-то смысле является для меня очевидным, несмотря на то, что я там не присутствовал. Я там присутствую благодаря истории, то есть благодаря историческому щупальцу, который позволяет мне ощутить это откровение, как то, что происходило со мной. Ну и дальше хазарский царь говорит, поскольку я спорил с тобой, сославшись на темный народ, на народ, у которого нет согласия в словах, тебе удалось ответить. Но что ты скажешь о философах, которые обычно исследуют, уточняют факты, и которые пришли к согласию по поводу безначальности и вечности мира. Видите, снова появляется философ, теперь уже слова хазарского царя, и он говорит о том, а как ты доказаешь, после того, как он описал, как видят иудеи историю, ее развитие, и сотворенность мира, а философы говорят о том, что мир предвечен. Это не десятки тысяч лет, это не тысячи лет, это бесконечность. На это Равин отвечает. Философов извиняет то, что они являются людьми, не унаследовавшими ни знания, ни религии, так как они греки, а греки из потомков Ефита. Недаром там было все изложение, в том числе разделение на оралу, обитавших на севере. А знание переходило по наследству от Адама. И это знание, укрепленное божественным повелением. Оно перешло только к потомству Шема, избранного из сыновейного. И знание пребывало и пребывает в этом избранном потомстве Адама. А к грекам знание пришло после того, как они начали одерживать победы. И тогда знание перешло к ним от персов, которые получили его от халдеев. И тогда расцвели среди греков известный философ этой державы. Но ни раньше, ни позже. А с тех пор, как власть пришла к Риму, не было среди них ни одного известного философа. То есть, о чем говорит здесь Равин, говорит о неком знании. Знании, которое в оригинале называется на арабском Амр-Илайи, то есть божественный логос. Вот этот божественный логос, который связан с пророческой душой, в том числе иудеев, он вот в этом самом историческом развитии, он всегда пребывал в человечестве. То есть, Адам был тоже сотворен тем, кто имел эту самую пророческую душу, благодаря которой получил вот этот самый Амр-Илайи, или это самое знание. И дальше это знание передавалось, но передавалось не всем. То есть, оно перешло к потомству Шема, то есть, к семитам, ну и так далее. Потом из сыновей Ноха, то есть, оно перешло от Адаму к Ноху, но потом было передано из всех его сыновей Шему, ну и так далее. Дальше оно перешло к Авраму, дальше к Ицхаку и так далее. А к, например, Ишмаэлю нет. И таким образом получается, что вот эта связь, связь с Божественным Логосом, она как бы находится внутри теперь народа Израиля. А греки, а греки на самом деле не унаследовали этого знания. То есть, они не связаны с этим знанием. Они получили его как бы косвенным образом с его точки зрения. Ну вот, вот Халдеев, которые контактировали, получается, предположим, с евреями, да, Халдеев передали это перцам. Какое-то знание греки получили, расцвела философия. Дальше философия в Римской империи, как кажется, нашему раввину, как бы сошла на нет. Ну, что отчасти, конечно, является, может быть, с точки зрения истории философии более-менее правдой. Но, тем не менее, вот таким образом, да, Равин извиняет, говорит философ, это извиняет философ. Почему философы говорят о предвечности мира? Потому что они не получили вот этого достоверного знания, которое не, с помощью размышлений мы получаем. А просто непосредственно, да, то есть непосредственно с небес. Вот непосредственно с небес было дано. И Хазарский царь говорит на это, так что же, не следует доверять Аристотелю и его науке? Равин говорит верно то, что он перенапряг свой разум и свою мысль, потому что у него не было традиции, переданной из достоверного источника. Достоверный источник – это божественный источник. И когда он думал о начале и конце мира, ему было так же трудно представить себе начало мира, как и представить себе его вечность. Но в своих умозаключениях он предпочел вечность мира, опираясь только на собственные размышления. Он не стал задаваться вопросом хронологии поколений, живших до него, исследовать родословия людей и их знания. А имена этого Равин как раз и поведал. Да, он поведал о родословии. Но если бы этот философ был из народа, у наследующего общепринятые и общеизвестные данные, которые невозможно отвергнуть, тогда бы он направил своему заключение доказательства, чтобы подтвердить возможность создания мира, несмотря на встающие трудности, потому как он обосновал вечность мира, которую принять еще труднее. Что говорит Иудалевий? Иудалевий говорит, что если бы он принадлежал к еврейскому народу, Аристотель, или, по крайней мере, знал бы о сотворении мира и родословии людей, которые описываются в Торе, то он бы и мыслил по-другому. На самом деле доказать предвечность мира тоже довольно сложно. Это не то, что интуитивная вещь. Сотворенность мира доказать, может быть, даже и легче. И Аристотель, если бы обладал вот этим истинным знанием, и это истинное знание как бы является божественным откровением, то он, скорее всего, доказал бы как раз, обосновал создание мира, то есть креационизм, а не предвечность. И Хазарский царь спрашивает, но есть ли у доказательства сила? А мудрец на это ему еврейский говорит, а какое у нас доказательство по этому вопросу? Естественно, в Торе нет ничего, что отвергалось бы или тем, что можно было наблюдать воочию или твердо доказанным. Тем не менее, Тора сообщает нам о чудесах и изменении естественного хода вещей при создании нового или путем превращения одного в другое, чтобы показать, что есть дворец мира, и он может делать все, что пожелает, когда пожелает. То есть Тора не дает нам доказательств, но Тора описывает чудеса, которые являются изменением тех законов, которые мы могли бы с помощью размышлений получить, причинно-следственные связи, которые мы могли бы открыть. Они в каком-то смысле Торой опровергаются. Но опровергаются они не просто так, они на самом деле опровергаются опять же с помощью откровения. То есть масса народу присутствует при вот этих самых чудесах. И если естественный ход вещей может изменяться, а это мы знаем благодаря свидетельству, говорит нам снова Равин, то получается, что и мыслить о этом мире нельзя только с помощью размышления и выявления естественного хода вещей. Это, собственно говоря, можно сказать, основной посыл, основной посыл всей книги Кузари, которую мы уже, собственно говоря, сформулировали. То есть есть философ-аристотелик и спор, на самом деле, как мы видим, ведется именно с ним. И основа этого спора это не что иное, как вот эта концепция, которую я назвал историческим эмпирицизмом, которая опровергает возможность человеческого разума самостоятельно вскрыть как бы то, как устроен мир. Есть нечто свыше этого, так же, как есть существа, которые выше человека, или есть душа, которая является еще одной ступенькой в структуре мира, которая получает непосредственное божественное знание. Мы увидим в дальнейшем, как развивается эта мысль и видим еще несколько, обратим внимание еще на несколько моментов, таких как, например, изложения божественных атрибутов, которые тоже будут упомянуты в разговоре между раввином и хазарским царем. К концу этой главы, мы сейчас прочитали больше половины первой главы, к концу этой главы хазарский царь, несмотря на то, что его раввин предупреждал, что сравниться с иудеями в плане, так сказать, пророческой души все равно не получится. И хазарский царь, тем не менее, принимает иудаизм. И дальше 2, 3, 4, 5 главы они уже представляют из себя разговор раввина с, так сказать, новоиспеченным иудеем в виде хазарского царя, где он объясняет самые разные вещи. Но в 4, 5 главе, как мы увидим, возобновляется полемика с философом. И для иуды и олевии, собственно говоря, повидевность, вот эта полемика и является самой, может быть, важной. Хотя книга называется «В защиту униженной религии». Можно было бы слышать здесь, что кто ее унижает, христиане, мусульмане, но нет, получается, что тот, кто ее унижает больше всех, это философ. Ну, сегодня мы здесь остановимся, на вот этом 66-67 параграф. И в следующий раз продолжим чтение этой замечательной книжки. Естественно, что мы не будем читать все подряд, хотя сегодня мы читали почти подряд, дальше будем читать выборочно. Как я говорил, еще у нас, может быть, пара, тройка занятий будет посвящена этой книге. Вопросы, замечания, есть ли у вас таковые возникли? Возникает ли ури хоть какое-нибудь ощущение, что сам Раби Уда Леви это не в точности тот еврейский мудрец, который тут беседует, что он какое-то делает представление, как, например, Рамбом может часто сказать такое, а вот наши мудрецы говорят так, а я вам скажу вот так. Нет, у Иуда Леви, скорее всего, это, собственно, его точка зрения и есть. То есть, Равин является в каком смысле альтер-эго у Иуды Леви. Он не занимает дистанцию по отношению к нему. То есть, вот эта концепция, концепция божественного логоса и возможности пророчества, она в каком-то смысле является такой, хочется сказать, манией, может быть, более мягко намящего идеи Иуды Леви. При этом, как мы увидим в дальнейшем, он связывает это возможность пророчества, он связывает с одной стороны с политическим устройством, то есть, почему евреи сегодня не пророчествует, его это очень заботит. То есть, где этот самый Амр-Элай находится, кто его носитель, и когда об этом заходит речь, он говорит о том, что это есть политические, социально-политические условия для того, чтобы пророчествовать, есть, так сказать, географические или материологические условия, да, здесь используется такая гумороидальная теория о четырех жидкостях, я уже ее упоминал, то есть, о темпераменте и о таких поясах, как бы связанных с разного рода теплотой, холодом и так далее, да, и это, собственно говоря, является не концепцией Иудея Леви, да, о концепции вообще средневековых философов, что центр мира это земля Израиля, и там наиболее благоприятный климат, да, эти климатические пояса, они разные, и находясь в другом климатическом поясе, то есть, не способствующем балансу темперамента, невозможно пророчествовать, именно поэтому он поведен, да, в конце жизни он пускается как раз в путешествие в Рецесраиль, поэтому я сказал, что это у него такая навязчивая идея, возможно, как раз желая попасть в тот климатический пояс, где пророчество возможно, то есть, другими словами, вот этот самый Равин, это, безусловно, та концепция, которой придерживается сам Иудея Леви, и в каком-то смысле это выдуманный Равин, он очень хорошо знает, как мы видим, он хорошо знает и Калам, и он хорошо знает аристотелизм, и поэтому Иуда Леви это скорее такой аристотелик, который выступает, то есть, аристотелик в том смысле аппарата, концептуальный аппарат у него аристотелизм, но он выступает против аристотелизма, вот это его антифилософский пафос, который сопровождается очень хорошим знанием аристотелической философии, это и есть то, что отличает Иуда Леви, то есть его поэтому трудно квалифицировать, когда его называют, предположим, неоплатоником, это совершенно ошибочная квалификация, потому что мы можем увидеть в некоторых довольно уважаемых изданиях, в том числе вот такую характеристику Иуда Леви. А эта характеристика возникает из-за того, что он пользуется вот этой самой теорией эманации, но, как мы знаем, она проникла в аристотелизм благодаря теологии Аристотеля, поэтому не является характерной чертой неоплатонизма, а присутствует и в аристотелизме тоже. Ну, это как бы общие вещи, которые я уже сразу решил сегодня изложить, мы с ними еще столкнемся, в дальнейшем мы увидим нюансы вот этой самой полемики, полемики с аристотелизмом. По сути, ну, главное направление мысли мы сегодня увидели, то есть мы просто увидим в дальнейшем некоторую детализацию и некоторые идеи, которые как бы не лежат в фарватере вот этой основной идеей противопоставления так сказать пророческого дара и философии. А в этом, собственно, основа Иуделия. Пророческий дар это и есть настоящее знание о философии, это человеческие измышления, которые, в общем, являются такими воздушными замками, легко разрушаемыми. А настоящее твердое знание, оно может быть получено только сверху. это вот основная его мысль, а нюансы увидим еще немножко. И нюансы, и некоторые идеи, которые лежат, может быть, не в фарватере вот этой основной идеи, а тоже важны для средневековой еврейской философии. общий контекст. Общий контекст некоторый. Обычно, особенно дети, которые пишут работы, они выстраивают в школе или во всяких учебных заведениях, они выстраивают оппозицию Рамбом Муреневухим и Раби Уда Леви. И с очень ясными различиями, скажем, что по поводу Ди Юра. Рамбом, поскольку он все-таки в первую очередь философ, то для него сделал Ди Юр и стал точно таким, как евреи. Да. А Раби Уда Леви скажут, что Ди Юр то можно сделать, а пророчество пророчество не получишь. Но, например, если при этом про Рамбом пишут ученые статьи в Академии, что считал ли он сам себя пророком, а некоторые даже пишут считал ли он себя сам Маширхом. Про Иуда Леви никто такого не говорит. Нигде не видно, что он сам себя считал пророком. Да, он действительно не считал себя сам пророком, поэтому он отправляется в РЦСРЛ, чтобы получить это пророчество, по-видимому. Такое ощущение. Но там все пошло не так, что-то пошло не так. Да, это, конечно, самое сильное в этой его метафоре, то, что ты, конечно, она, можно ее назвать расистской, но я предпочитаю ее назвать похожее слово, только более мягко, растительный. Что, так сказать, если ты посадил редиску, так вырасти может только редиска, а арбуз не вырастет. То есть, это у него растительная биологическая метафора, правда? не совсем так. То есть, здесь же замах на что? На то, что здесь есть другие существа. Редиска и арбуз, конечно, отличаются, но и то, и другое растение. И понятно, что там человек, родившийся в одном климатическом поясе, отличается от того, кто родился в другом климатическом поясе. такое пренебрежительное, например, мы часто можем встречать в средневековых текстах, кушим, кушим, это как бы черный, о котором говорится пренебрежительно не потому, что, в принципе, кто-то с ними сталкивался и так далее, а потому, что просто с точки зрения вот этой теории климатических поясов, так же, собственно, как и северяне, что там просто не может человек нормально развиваться. А это есть Россия. В диком холоде, А это не то, что мы называем расизмом, да? Нет, это еще не расизм, это еще далеко до Иуда Леви. Но они, тем не менее, и те, и другие являются людьми, но те живут слишком в холодном климате, а те живут слишком в жарком климате, поэтому, например, достичь интеллектуального совершенства у них не получится. А Иуда Леви говорит более сильную вещь, что есть вообще иной тип существ, это как бы не люди, потому что никто не говорит, что вот эти кушем, они похожи там, предположим, на животных или северяне. Нет, они люди, они обладают разумом, в отличие быков, коров и так далее. Они обладают разумом, но он просто не может, этот потенциал не может в них полноценно реализоваться. А Иуда Леви говорит о том, что есть еще другие существа. Иерархия существ, просто добавляется еще один тип существ, и это уже не редиска и арбуз. Это неведомые существа, инопланетяне такие, у которых есть какое-то специфическое отличие, но так же, как у человека над животными есть разум это делать, такое непростое, человек отличается от животного, каким бы он ни был, а пророк отличается от человека. А это и есть у него как бы иудеи. Не у всех этот потенциал может реализуется, или точнее, может быть, в данный момент вообще ни у кого не реализуется, и поэтому мы увидим разговор Хазарского царя с иудеем по этому поводу, почему у вас там сейчас вот так все, где же ваши эти пророки и так далее, но потенциал все равно есть. Так же, как потенциал разума у любого человека есть, поэтому вот эта пророческая душа, она может в любой момент выстрелить, заработать, а у других существ ее нет. Да, это непопулярная теория. Непопулярная, то есть она просто непопулярная, но тем не менее сам иудея леви в еврейском мысли чрезвычайно популярный автор. не все просто педалируют эту идею, но она в каком-то смысле является интегральной частью вот этой всей его конструкции относительно того, что есть знание доподлинное, а оно может быть получено только вот этой пророческой душой, потому что так ты разумом ничего не накопаешь, то есть это плохой инструмент для получения знаний. Да, что философская теория оказалась более, как это сказать, менее российской в данном случае. Да, она просто очень толерантная казалась. Это да. Ну хорошо, друзья, прощаемся. До следующей недели. Хануко самая. Всем очень интересно. Да, очень интересно, спасибо. спасибо.